Из-за чего могут появиться папилломы и бородавки? Как бороться с этими назойливыми новообразованиями на коже? Что нам может предложить народная медицина в борьбе с папилломами? Знаете ли вы, что примерно 75% сексуально активных людей заразятся хотя бы одним типом ВПЧ в течение своей жизни? На все эти и многие другие не менее важные вопросы мы ответим в этом видео. Всем привет! Сегодня мы бы хотели поделиться с вами интересными фактами о борьбе с папилломами и бородавками. Присаживайтесь поудобнее, сегодня вы узнаете очень много полезной информации об этих, казалось бы, незамысловатых наростах на теле человека. Перед началом видеоролика прошу вас подпишитесь на канал и поставьте этому видео лайк. Приготовьтесь окунуться в мир увлекательной информации. Заварите себе вкусный чай и приятного просмотра. Папилломы и бородавки являются частью истории человечества на протяжении тысячелетий. Самое раннее упоминание об этих наростах датируется примерно 600-м годом до нашей эры в древнегреческой медицинской литературе. Греки были известны своим вкладом в медицину, и именно в это время врачи впервые начали описывать и документировать различные медицинские состояния. Термин папиллома происходит от латинского слова «папилла», что означает «сосок». Этот термин был придуман для описания внешнего вида этих наростов, которые часто имеют приподнятый, похожий на сосок вид. Папилломы могут возникать на различных участках тела, включая кожу, слизистые оболочки и внутренние органы. Бородавки же были впервые описаны древнегреческим врачом Гиппократом. Гиппократа часто называют отцом западной медицины. Он известен своим многочисленным вкладом в медицинскую науку. Он рекомендовал лечить бородавки смесью азотной кислоты и уксуса, которая, как считалось, эффективно удаляет наросты. Ослабление иммунитета способствует развитию этой проблемы, поскольку организм не может блокировать образование новых клеток. Несмотря на то, что от вируса пока не существует прямых лекарств, имеются два эффективных метода борьбы с ним. Первый метод – это укрепление иммунитета, так как чем активнее и сильнее организм, тем меньше вероятность проявления болезнетворных процессов, включая образование папиллом на коже. Второй метод – это местное удаление бородавок и не обязательно прибегать к сложным операциям. Существуют безболезненные народные средства, которые могут помочь самостоятельно рассосаться папилломом. Одним из таких средств является лимон, который содержит кислоты, способные разрушать клетки папиллом и препятствовать их росту. Для удаления папиллом лимон нужно наносить на затронутые области кожи два-три раза в день, в течение нескольких недель. Важно помнить, что лимон может вызвать раздражение кожи, поэтому перед использованием его нужно разбавить водой или использовать с осторожностью. Вместе с лимоном можно использовать и другие народные рецепты для удаления папиллом, такие как чеснок, яблочный уксус или алоэ вера. Лимон – один из фруктов, которые помогают укрепить иммунитет организма. Это обусловлено высоким содержанием витамина С, а также свойствами лимонной кислоты, которая обладает консервирующими свойствами и способностью бороться с болезнетворными микроорганизмами. Хотя лимон не может напрямую справиться с серьезными вирусами, такими как вирус папилломы человека, его регулярное употребление обеспечивает организму запас витаминов и полезных соединений, необходимых для протекания иммунных процессов. Кроме того, лимонная кислота и другие кислоты в составе лимона могут запускать некротические процессы в папилломах при непосредственном контакте с этими наростами. Дополнительное преимущество лимона заключается в его способности осветлять и выравнивать цвет кожи, что позволяет избавиться от шрамов и пятен в месте, где ранее находилась бородавка или папиллома. Существует три основных способа применения лимона для борьбы с бородавками. Первый способ – это протирание бородавок лимонным соком. Для этого нужно выжать сок из одного лимона, смочить в нем ватный тампон и тщательно протереть папиллому. Эту процедуру нужно повторять по пять раз в день до исчезновения бородавки. Второй метод требует приготовления мази из лимона. Для этого нужно перекрутить один лимон на мясорубке вместе с цедрой, добавить вазелин и смешать до однородного состояния. Количество вазелина определяется в процессе приготовления. Важно достичь консистенции, которая будет достаточно густой, чтобы мазь держалась на поверхности папилломы. Мазь нужно наносить на папилломы и ждать, пока она впитается, затем добавлять новую порцию мази. Третий метод – это компресс с лимоном. Для этого необходимо отрезать ломтик лимона, приложить его к бородавке и зафиксировать пластырем. Первый раз следует оставить такой компресс на 20-30 минут, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции на лимонный сок. Если никаких негативных реакций не будет, то компресс можно оставить на ночь. Еще одним средством для лечения бородавок является масло лимона. Для его приготовления необходимо пропустить лимон через мясорубку, залить полученную кашицу оливковым или другим растительным маслом и дать настояться в течение двух недель в темном месте. Этим маслом следует протирать бородавки дважды в сутки. Если вы применяете любое из этих средств на сухих бородавках, их нужно предварительно распарить. Для этого на бородавки следует наложить ванночки в течение получаса. В 2 литра горячей, но не обжигающей воды следует добавить стакан отвара ромашки, столовую ложку крошки хозяйственного мыла, 2 чайные ложки соды, 100 мл лимонного сока, столько же нашатырного спирта и 3 капли лимонного эфирного масла. После распаривания омертвевшую кожу следует удалить пемзой. Но это нужно делать аккуратно, чтобы не поцарапать живую кожу и не создать очаг воспаления. А какие еще способы борьбы с этими наростами вы знаете? Напишите в комментариях, нам будет очень интересно почитать. Также мы бы хотели поделиться с вами некоторыми достаточно интересными фактами о папилломах и бородавках. Но перед этим хотим попросить вас подписаться на наш канал. Это поможет нам с развитием контента. Заранее спасибо, а мы продолжаем. Неожиданные преимущества Когда мы думаем о папилломах и бородавках, мы обычно сосредотачиваемся на их негативных аспектах, таких как неприглядный внешний вид и дискомфорт, который они могут вызывать. Однако для нас может оказаться неожиданностью узнать, что эти наросты имеют и определенные преимущества. Одним из преимуществ папилломы бородавок является то, что они могут служить предупреждающим знаком для других заболеваний. Например, некоторые виды бородавок, такие как нитевидные бородавки, часто встречаются у людей с ослабленной иммунной системой. Это связано с тем, что вирус папилломы человека, ВПЧ, вызывающий появление бородавок, легче приживается, когда естественные защитные силы организма ослаблены. Поэтому наличие таких бородавок может предупредить человека о том, что у него может быть скрытое заболевание, которое необходимо лечить. Кроме того, было обнаружено, что некоторые папилломы вырабатывают противомикробные пептиды, которые помогают бороться с инфекциями. Антимикробные пептиды – это небольшие белки, которые способны убивать бактерии, вирусы и грибки. Негативные стороны ВПЧ Эти наросты могут быть некрасивыми и вызывать смущение. Они могут появиться на любом участке тела и могут быть разного размера и цвета, от маленьких и телесного оттенка до более крупных и темных. Кроме того, некоторые типы ВПЧ, вызывающие бородавки, могут привести к более серьезным проблемам со здоровьем. ВПЧ – это инфекция, передающаяся половым путем, которая может вызвать рак шейки матки, анального отверстия или полости рта, если ее не лечить. Это происходит потому, что определенные штаммы вируса могут повреждать клетки в пораженной области и вызывать их аномальный рост. Вот почему так важно регулярно проходить осмотры и делать прививки от ВПЧ. Регулярные осмотры помогут обнаружить любые аномальные наросты или изменения в организме, которые могут быть вызваны ВПЧ. Вакцинация против ВПЧ также поможет защититься от некоторых штаммов вируса, которые, как известно, вызывают рак. Важно также отметить, что папилломы и бородавки могут быть заразными. Они могут передаваться при прямом контакте кожа к коже или при совместном использовании личных вещей, таких как полотенца, одежда или бритвы. Поэтому необходимо принимать меры предосторожности для предотвращения распространения этих наростов. Например, регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с другими людьми, если у вас есть бородавка, и закрывать бородавки повязками. Вред. Папилломы и бородавки обычно считаются безвредными, но существуют некоторые потенциальные неприятности, связанные с этими наростами. Одной из наиболее распространенных проблем является дискомфорт или боль, особенно если нарост расположен в области, которая часто натирается или раздражается. Например, бородавки на подошвах ног могут вызывать значительный дискомфорт при ходьбе или стоянии, а бородавки на пальцах могут затруднять захват предметов. В некоторых случаях папилломы и бородавки могут инфицироваться. Это может привести к покраснению, отеку и нежности в пораженной области, и для устранения этой проблемы может потребоваться медицинское лечение. Кроме того, некоторые виды бородавок могут распространяться на другие части тела, вызывая появление дополнительных наростов. Например, бородавка на руке может распространиться на другие пальцы или даже на лицо, если человек коснется лица после прикосновения к пораженному участку. В заключении следует отметить, что папилломы и бородавки, возможно, не самая гламурная тема, но она безусловно интересна. От их древней истории до современной пользы и вреда об этих наростах можно многое узнать. Помните, что хотя в большинстве случаев они безвредны, важно следить за ними и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Спасибо за просмотр этого крайне важного и полезного видеоролика. В завершении попрошу вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, если оно было для вас полезным. Отправляйте это видео друзьям и знакомым, чтобы предотвратить возможные негативные последствия. До новых встреч! Будьте здоровы и берегите себя!